Спробу вырешать одну проблему, часом приводить до новых пытаний, у отказа на яке ясно по трабой знайсти. Так, по ширине улицы Кирова потягнула за собой в отдалении больше за сотню древ. Каля половы перенесена в иншее место. На взамен знесенных высадять каля 500 новых рослин. Однако по ширине проездной частки не дозволить зарабить гэта у полным объеме уздуш центральной дороги. Разглядается вариант посадки древ у дворах, а лишь и гэта склада на земле тут просякнута коммуникациями. По этой же причине самовольная посадка навод одного древа повинна быть в обовязковом парадку, сгоднена с коммунальными службами. Мы каждую посадку все согласуем, где какое дерево будет садиться, где какая порода. Ну, в условиях, конечно, города лучше всего к загазованности, к солям, которые сыпят на дороге, лучше всего выносит клен на сегодняшний день. Подчас брифингу гомельским горвыконками особливую увагу звернули на пытание законности выдаления насаджения. В першем снести древа проводится их оценка, усталевывается ступень драхлости, а заключение узгодняется с усими затекавленными. Утымлик из инспекции природных ресурсов и оховы новокольных осяродья. Уровень зелененности у нас сегодня в городе составляет примерно 25%. То есть, как бы то, что по генплану предусматривается до 2020 года до 50% зелененности, на сегодняшний день цифра у нас, в общем-то, наполовину. Реконструкция тепловых сеток на бульваре Перамоги так само провела до выдаления древ. Пять из них было пересаджено в иншие места. Новые обличия местовые жахары усприняли Хваровита. Однако все посадки будут компенсованы в полном объеме. В планах так само массовое озеленение районов новых жилых забудов по улицах Чачерска, Сверыдова и Макайонка. Ганна Ковалева, Сергей Климович, Телли, радиокомпания Гомель.